В горниле сражения не сгибаемая воля в достижении поставлены в цели и в самых сложных условиях залог победы, что и продемонстрировала команда Юрия Руднева в первом четвертьфинальном матче плей-офф российской суперлиги с Синарой. По итогам первого тайма хозяева площадки добились комфортного преимущества в два мяча. Первый же фолл Политеха обернулся голом в их ворота. Дамир Хамадеев прямым ударом со штрафного поразил цель. Не лучшим образом сыграл Николай Везрученко, но то лишь констатация факта отдельного эпизода, а не оценка всей картины в целом. На последней минуте первого тайма Бастриков в попытке выбить мяч у Абрамова угодил точнёхонько в угол собственных ворот. Фундамент, заложенный подопечными Сергея Скоровича в первые 25 минут, оказался не таким прочным, как показалось на первый взгляд. Второй тайм Синара с треском провалила. Вальяжность превалировала над желанием забить ещё и довести встречу до логического завершения. Удар Хамадеева в штангу стал сигналом для питерского клуба, что пора переходить к активным действиям. На 33-й минуте политех поймал действующих чемпионов России на контр-атаке, ошибся, как ни странно, Прудников. Ильницкий пробил точно в домик Зуеву. Спустя три минуты Галунов продемонстрировал екатеринбуржской публике, что умеет забивать со стандарта не хуже, чем Хамадеев. Поговорили в перерыве, чуть-чуть, может, на повышенных тонах, чуть-чуть завелись, в плане того, чтобы ребята не опускали руки, что 0-2 отыгрывается в мини-футболе. Вышли и доказали это, что можно даже с такой хорошей командой, как весь Синара, вылезать из 0-2. Тучи над головой Синара стали сгущаться, а за 10 минут до финальной сирены грянул гром. В роли этого самого громовержца выступил Андрей Афанасьев, поразивший свои ворота. Бей своих, чтоб чужие боялись. Это не про Синару. Все попытки отыграться в оставшееся время успехом не увенчались. До кучи хозяева пропустили еще и в пустые ворота. Победную точку поставил Гларионов. 4-2 победа политеха. Сегодня политех был сильнее нас и заслуженно победили. То есть все единоборства, все какие-то моменты очень много играли в прессинг против нас. Мы часто теряли мячи. То есть все игровые аспекты матча, которые были, практически мы везде уступали. Чуточку отставали и в скорости, и во всем. Поэтому итоговый результат справедлив. Я очень рад за наших ребят, которые видно, что, конечно, несмотря на достаточно хорошую концовку регулярного чемпионата, все равно понимали, что плей-офф это шанс сыграть с лучшей командой, шанс обыграть ее всегда есть. Это плей-офф. Плей-офф можно приравнивать к кубковым матчам, где результаты такие, как сегодня, они имеют место быть. В общем, Питер рулит. Второй матч серии пройдет в Екатеринбурге сегодня, 6 мая. Следите за прямыми трансляциями на сайте amfr.ru. Денис Харин специально для Ассоциации мини-футбола России. Хочешь проблем, разозли чемпиона. На вторую игру с питерским политехом Синара вышла предельно мобилизованно. Гостям с первых минут пришлось туго. На седьмой минуте Мальцев дальним ударом открыл счет в матче. А спустя минуту Прудников удвоил преимущество своей команды. Гол получился шедевральным. Руднев тут же заменил вратаря, место в рамке занял Кондратьев. Безусловно, у меня была дилемма выставлять игрока, который вратаря, я имею в виду, который отлично отстоял первый матч. Либо же выставить вторую кандидатуру Александра Кондратьева. У нас вратарей примерно одного класса. Но, к сожалению, Александр получил буквально перед началом плей-офф, получил травму и буквально перед самым отъездом вошел в строй. И сегодня в такой ситуации, в которой оказалась команда, он вышел и сыграл, я считаю, просто отлично. Политех дорого заплатил за свою дерзость в первом матче. Действующий чемпион России на своей площадке в этом сезоне проиграл только итальянскому Монте Селивано, который, как впоследствии, оказалось, стал обладателем Кубка УЕФА. До перерыва Сина разобила еще свою фамилию. Протокол вписал Тимощенков. Во втором тайме мало что поменялось. Хозяева полностью взяли игру под свой контроль. На 32-й минуте Прудников со скоростью болида промчался по обровке, как стоячего обошел Гловацких и без видимых усилий переиграл Кондратьева. Через 7 минут индивидуальные навыки продемонстрировал Агапов, легко разобравшись с Сильницким и Бастриковым на пятачке. Забить было делом техники, но Агапов сделал это как настоящий эстет. А еще политех забил себе сам. Тимощенков простреливал на Абрамова, мяч угодил в кудла и влетел в сетку. Проведя 6 безответных мячей в ворота политеха, хозяева посчитали свою миссию выполненной и успокоились. Забить гол престижа у Питера не получилось, хотя они и провели оставшиеся три минуты до финальной сирены с пятым полевым игроком. 6-0 убедительный реванш команды Сергея Скоровича. Вчера состоялся очень серьезный разговор и с руководством команды, и с тренерским штабом. И мы с ребятами сами поговорили. Так что нельзя так играть, как мы вчера провели игру. Так что мы очень серьезно делали работу над ошибками. Сегодня вышли и показали совсем другую игру. В целом, конечно, я удовлетворен сегодняшними действиями. Вчера наша честь пострадала, наше самолюбие было уязвлено. Поэтому мы сделали какие-то определенные выводы. И сегодня команда смотрелась совсем по-другому. И хорошо играла, много создавала, много созидала. И то желание, которое сегодня было у ребят, они воплощали в те красивые эпизоды матча. И на протяжении всего матча команда смотрелась. Команды переезжают в Питер, где 10 и 11 мая проведут следующие два матча четвертьфинальной серии. Следите за прямыми трансляциями на сайте www.amfair.ru. Денис Харин специально для Ассоциации мини-футбола России Екатеринбурга. Итог выездных матчей Петербургского политеха против Екатеринбургского клуба Синара, а после двух игр счет серии был равным 1-1, оставлял надежду болельщикам, что и на своей площадке петербуржцы смогут преподнести сюрприз. Скажем сразу, у них это не получилось. Мы после поражения все-таки собирались, разговаривали много. Наверное, первую игру не настроились. Потом подумали, что все-таки из трех игр состоит, до трех побед состоит серия. И сейчас настраиваемся на каждую игру, как на последний бой, думаю, по этому причина. И трехминут не сыграли команды, как счет был открыт. Произошло это после розыгрыша штрафного удара. Автором первого в матче гола стал Артем Шудинов. Спустя некоторое время футболисты Синары преимущество удвоили. Сделал это Афанасьев. Отметим, что вновь взятием ворот завершился розыгрыш стандартного положения. Главный тренер политеха Юрий Руднев сразу же пытался внести коррективы в игру, взяв тайм-аут. Однако и после этого мячи влетали в одни ворота. Ворота политеха. Сначала Мохов воспользовался ошибкой соперника, довел счет до крупного. 3-0. Однако это было не все. До перерыва оставалось играть не так уж и много. Но за это время футболисты Синары смогли отличиться трижды. Агапов ударом издали застал врасплох воротаря. Даже заработанный петербуржцами угловой оборачивается голом собственные ворота. Прудников, подхватив мяч у своих ворот, умело воспользовался ситуацией, видя один на один с воротарем. 5-0. Легко забивать, когда никто не мешает. А еще один забитый Синары мяч записан уже на счет Тимошенкова. 0-6. А впереди ведь был еще один тайм. Чувство невдовлетворенности осталось после сегодняшнего матча большое. Именно потому, как мы пропустили эти голы. Два стандарта, два вратари с центра поля. И 5-6 опять мы пропускаем себе. Бастриков в позиции, где надо просто мяч выбивать, фалить. Мы получаем контратаку 2-0. Во втором тайме и в конце первого уже играли по счету, по результату. Потому что результат уже был такой достаточно внушительный. Стали играть больше в откат, давая возможность сопернику больше контроля мяча. Ну и цель нашей игры была эта контригра и не подпустить соперника к нашим воротам. До конца реализовать этот план гостям не удалось. Игроки политеха старались изо всех сил. Если не спасти матч, то хотя бы проиграть с достойным результатом. Но раз за разом их подводила реализация. И тогда Юрий Руднев решился на отчаянный шаг. При счете 0-6 поменял воротаря на полевого игрока. И план главного тренера политеха сработал. Степанов отыграл один мяч. А еще один в ворота Синары после длительной атаки забивает Кудлай. Моменты для взятия ворот у политеха были еще. Но счет 2-6 так и не изменился до самого финального свистка. Поражение политеха и в серии уже ведут игроки Синары. Для окончательного успеха уральской команде необходимо победить еще раз. Возможно это произойдет уже в среду в Петербурге. Владимир Абукович, Сергей Белык, Алексей Чубка. Специально для Ассоциации Минифутбола России. Пропустив от Синары всего за один тайм третьего матча серии 6 голов, днем позже игроки политеха бросили все силы на оборону собственных ворот в нападении, полагаясь главным образом на контратаке. До поры такая тактика действительно работала, но уследить за всеми футболистами гостей петербуржцы все же не сумели. И на 15-й минуте встречи Хамадиев открыл счет. А ближе к концу тайма Мохов успешно завершил еще один розыгрыш стандартного положения, отправив мяч в ворота рикошетом от крестовины. По благодолю своих ребят, что они смогли выжить и со стандартов опять же мы смогли повезти, неплохо распорядились мячом и создали себе преимущество. И дальше уже не скажу, что дело техники было, мы дальше продолжали работать, и соперник не давал шанса нам передохнуть. Поэтому здесь матч получился от первой до последней секунды, держал напряжение. По ходу всего первого тайма хозяевам с большим трудом удавалось выходить из-под прессинга соперника. Но определенные шансы для того, чтобы сократить отставание у политеха были. Поэтому сохранение собственных ворот в неприкосновенности к перерыву для Синары стало весьма неплохим итогом половины игры. Психологически, прежде всего, когда ты ведешь по ходу матча, легче играть, потому что ты имеешь плюс в забитых мячах. Это своего рода, будем так говорить, придает какую-то определенную психологическую уверенность. Ну, я думаю, что те два мяча, которые мы забили до перерыва, они прежде всего плод, ну вот именно розыгрыш со стандартов, которые нам удались. Мы не сильнее их физически, мы не быстрее их. Мы по дисциплине сегодня, грубо говоря, не превосходили весь Синару. Как только они в первом матче чуть-чуть позволили, мы их сразу наказали. И потом исправить ситуацию, ну, грубо говоря, к примеру, повезло бы нам, забеем угол. Ну, я посмотрел, Синаре пришлось бы очень сложно. Проигрывать Синаре, мы все игры проигрывали Синаре 0-2. Ну, поверьте, это очень тяжело. Ликвидировать отставание в два мяча у действующего чемпиона для петербуржцев выглядело предельно сложной задачей. Что уж говорить о счете 0-3, который во втором тайме установил Мальцев. В такой ситуации замена вратаря на пятого полевого игрока сразу за 15 минут до конца игры выглядела последним шансом политеха, а для Синары – возможностью окончательно убить интригу в серии. Тренер им сказал, что они будут играть с пятером, и какие-то элементы обороны против пятерых мы теоретически прорабатывали. Конечно, отдать должное нужно сопернику, они бились до последнего. Ну, сегодня, на данный момент мы оказались сильнее, хотя было в этой серии очень все непросто. В оставшееся время уместились несколько опасных ударов хозяев, удаление в составе политеха и, в конце концов, ошибка на очередной смене вратаря петербуржцев. Абрамов поражал ворота почти беспрепятственно, тем самым отправляя подопечных Юрия Руднева в отпуск. Спасибо за поддержку команды, несмотря на то, что не смогли мы пробиться в четверку лучших, но, на мой взгляд, это, конечно, было бы не совсем справедливо. Но те игры, которые команда провела, я считаю, меня вселяет большой оптимизм, что в Питере должна быть команда, которая будет бороться за самые высокие места в чемпионатах. Забить мяч престижа в этой игре политеху не удалось, но сам выход команды в плей-офф стоит признать достижением в нынешнем сезоне. Ну, а Синара подводить итоги пока не торопится и теперь ждет соперника по полуфинальной серии, которым станет Тюмень или Газпром Югра. Станислав Федоров, Денис Смирнов, Андрей Романов. Специально для Ассоциации мини-футбола России.